всем привет меня зовут аня в очередном видео я подумала так и решила записать что-то про в с д н cd такой диагноз у меня был но наверное сейчас есть но я до сих пор слышу что люди это сих пор обращаю внимание на то что люди интересуются этим вопросом выискивают информацию да и особенно любимые вопросы у них спрашивают а у вас такое было у нас такое было у нас такое было и долго и часто и нудно я вот хотела бы свою такую историю небольшую расскажу вернее история большая но я сильно прям наверное не буду ее растягивать на 5 часов и там на 5 дней я постараюсь как-то вместить насколько вообще это у меня получится вот я взяла самодельный микрофон чтобы было мне лучше слышно села у так были меня освещение и вот самая проблема у меня я не могу закрепить хорошо телефон чтобы он у меня не плавал это омрачает трансляцию запись видео то что мне хочется что было идеально но не получается идеально вот так вот сейчас секундочку но я думаю вот так прям вот так хорошо будет вот как смогла так настроила все маленький такой как сказать это отошли от темы сейчас вот короче я хочу рассказать про вегетососудистую дистонию про нейроциркуляторную дисфункцию как они обычно ставят до врачей а стеноневротический синдром невроз короче вот это все все вот эти вот диагнозы у меня все прописанные но не знаю с какого с подросткового возраста я конечно до сих пор не знаю что это было просто сейчас уже с годами со временем это все прошло то есть принципе я практически ни на что не жалуюсь на из того что у меня было из самого такого запоминающегося был я зарегистрировалась я помню на сайте анти-всд кто туда там его создал несколько человек и я их историй читал я там даже как-то оставляла свою историю потом через какое-то время удалила то есть ну уже естественно я там не появлялась не знаю долго и было такое мнение что мы болеем до тех пор пока мы все это продолжаем читать ну отчасти да правда если это действительно было что-то психологическое что-то такое ну напускное типа ипохондрии да то да это действует но если у вас действительно какой-то недуг то в принципе не помогает что вы читаете что вы не читаете все равно как-то он может развиваться поэтому да это собственно проверяется таким образом если вы перестаете читать у вас прекращаются симптомы значит сто процентов это было бы скорее всего в изд вот ну естественно такого диагноза в природе не существует я как бы не врач не имею отношения к медицине но я понимаю что это все утка что в принципе ну не важно как это называется в принципе вот вот эта симптоматика она не поддается ничем то есть она описывает слишком много разных заболеваний которые да там сопутствующих и прямых и просто как везде пишут условились так что пишут в sd или ncd или невроз там без разницы когда нет каких-то органических нарушений это все только ваши фантазии скажем так но я отчасти как бы согласна что это фантазии но отчасти не согласна что это действительно настолько мне допустим приносило дискомфорт что даже вот я помню когда я устраивалась на работу потом было как-то даже стыдно как-то за свое поведение потому что это было ну как сказать не не специально это было именно под воздействием вот это вот этого в sd да то есть как сказать я была очень такая не раздражительная нервная там ну то есть кто-то увидим а у людей могло сложиться обо мне неправильное впечатление не знаю то есть если как если бы я сейчас работала там же скорее всего я просто не позволяла себе это много многих вещей ну в общем то сейчас полностью все под контролем да а тогда это это что-то невероятно это все начиналось постепенно то есть это наверное с такого с детства были какие-то да там то недоспала то там школе перенервничала семейные какие-то неурядицы но у всех бывает и она просто имеет тенденцию накапливаться по чуть-чуть и на том этапе помогала просто валерьянка там чуть валерьяночки выпил и нормально то есть таблеточку там 2 и помогает они каждый там раз в неделю там раз в месяц когда как там особо перенервничаешь вот и но это было вот до института это было вполне так практически незаметно в институте у меня ну я не особо в детстве я не помню чтобы я ходила там по каким-то поликлиникам авто в подростковом возрасте у меня почему-то такой начался как знаете тревожное какое-то состояние я у многих когда я вообще полезла на эти форумы я увидела что многие люди просто как бы нашли свое окружение то есть они все а у тебя было вот так и они перечисляют все симптоматику и делятся на группе а у меня вот это было мне вот это у меня вот все сразу и и вот они прям счастливы что они друг друга там нашли там какие-то у них комнаты для общения чат и там я не знаю каждый там рассказывает как у него но я тогда то есть мне это чуть-чуть помогало что да я там могла в найти там и людей которые столкнулись такой ситуации но по большей части это же не избавлял у меня от какой-то симптоматики да там не я одна мучаюсь но все равно это было как-то не особо как-то это излечивает ну в общем но еще когда вот эта вся ерунда начиналась мне тогда еще компьютера даже не было помню это прям школа школа была и в общем у это наверное было у всех и у родителей у наших я думаю у дедушек у бабушек просто тогда такой ерунды не было и выезды никому не ставили знаете у всех было мне и бабушка помню рассказывала что они там было то не мелочи с лица там то еще что-то от стресса и там назначали какие-то успокоительные препараты и у мамы мам тоже такие страшилки рассказывал что там было в школе там не тоже какие-то вот это состояние какое-то такое тоже да а тревоги ну вообще разное то есть это у всех но почему-то вот мое поколение это так раздуло из этого и появилась же в целая эпоха интернета и мы раздули из этого целое направление целую индустрию вот и появилась такая такое направление в изд-шников раньше было направление эмо готов а сейчас направление остеяников и невротиков да то есть по-своему это все переделали и как раньше говорили ой выйдешь замуж все пройдет или родишь ребенка как показала практика на многих да это не работает хоть пять раз выйдешь замуж если ты остеничка это не помогает да то есть ты мужа достанешь до белого колени или муж жену там достанет до белого коленя но все равно он не изменится и даже рожаешь одного ребенка двоих троих и все равно это не меняется то есть на этом же уровне то есть как бы другой человек это не меняет то есть это по сути только ты сам можешь поменять и в общем у меня так получилось что я обратилась к неврологу или как невропатологу у нас там детской поликлинике был невропатолог вот она что вас беспокоит какие там я говорю ну тревожность то есть я спать не могу у меня бессонница там вы с вылупленными глазами куда-то хочется бежать там не знаю ну как тут бывает так или у меня там тахикардия да там что ну учащенное сердцебиение там ну потливость там руки потеют да вот у меня такие были холодные конечности что там еще это же записывала сейчас я даже чуть-чуть нами на бросала себе вот это все что еще мне тогда ну голова покрушилась было такое да просто сейчас я уже так особо не помню было такое и у меня была склонность как бы к низкому давлению у меня как-то понижалась она но я же тогда еще не мерила просто у меня там вот затылок болел да вот это все было и она мне горит ну давайте типа выпишем вам уколы успокаиваете на я прихожу домой показываю маму говорю вот мне выписали она горит что ненормальная если ты сейчас в таком возрасте будешь колоть уколы что делать будем когда ты вырастешь то есть как ты будешь справляться то есть горит из-за такой мелочи да там на подумаешь бессонница ну то есть она мне как-то уговорила я не стала ничего это я пропила там какой-то новопассит то есть было мне то есть потом когда мне уже появился интернет вот это вот наверное последствия знаете были уже предсказуемы что я начала искать всякие статейки читать и примерять это все на себя стало естественно у меня там усилилась и бессонница и так далее еще плюс наложилось то что там какие-то появляются ну личное общение там как-то личная жизнь и да и по этому поводу ты начинаешь ну как какие-то у тебя там и может разладывать и все то есть я имею ввиду накопительный эффект вот этого всего и она вместе складывается с твоими как-то с твоей тревогой с каким-то катаклизмами в жизни и получается вот как комочек и вот это вот первые такие которые вот меня прям забеспокоил симптом у меня был когда я в институте училась я стала как-то по утрам просыпаться у меня жгло в области пояснице прям сильно так ну как вот прям как у либо вот меня чиркают каким-то острым да либо вот как горит вот горит поясница прям вот вот не знаю я не знаю даже как писать вот горит колючками прям все там и сводит судорогами ноги то есть сводила вот икры или не крикок нет и икроножные мышцы короче сводила сами ноги тоже уворачивают где пальцы у меня было что сводила как бы но у меня в основном сводила от холодного или есть там холодной воде покопались или что там ноги замерзнут у меня было что пальцы сводила а это вот прям вот и такое было в чё-то долго мне кажется вот это год целый у меня было что у меня вот это я прям просыпаюсь от того что мне жжет и что у меня скручивает ноги по утрам то есть мне вообще было больно как сказать ну больно реально ногах была боль я там ждала пока она пройдет чтобы встать с кровати то есть это как-то странно и и я при этом я хотела училась то есть какие-то свои дела дела то есть особо там я даже помню как-то в одно время зима была у меня прям болела как так вообще что легкая болела хотя говорят что легкие не чувствую чтобы на меня было вообще тяжело дышать я не могла и я я помню что тогда я не пошла в врачу то есть настолько как сказать и вроде бы симптомы какие-то странные да и в то же время почему-то я не пошла главное когда у меня бессонница была я побежала сразу к врачу ой у меня что-то а у меня губы что ли задергались не пойму что-то как-то было что-то задергалась мне я я испугалась и побежала прочь а я помню что это было на почве то что мама мне мама вот хитренькая да она рассказала короче я и трепала нервы да ну как все дети на не своим родителям и она мне видать припугнула какой-то она мне рассказала рассказ про какого-то там мужика который заболел или что такое и вот у меня так в башке отложилась и я начала на себя примерять думаю а как это и это и она говорит дышу дура ты все на себя примеряешь и вот у меня вот это вот она мне напугала как будто я не знаю и я побежала короче в эту поликлинику она мне говорит давайте короче успокоительный в общем изнеженный детский организм нельзя никакие страшилки рассказывать вот ну просто она говорит если будешь мне трипать нервы это может до добра как бы не довести то есть мама то со своей колокольни а я блин как всегда своим больным воображением все переделала ну в общем у меня как обычно я перп я понимаю все совершенно но через другую призму вообще информацию принимает а очень странно вот и короче и я-то то я я читала очень много литературы помню поле брега я читала типа там оздоровительное голодание потом нервная сила у него книжка была потом оказалось что это все миф и нам еще в детском лагере рассказывали про него и какой мужик там он вот он на сер на серфинге катался погиб то там 95 лет оказалось что возраст был его не настоящий он преувеличиванный там на сколько-то лет на самом деле мы там было 80 и он помер там что-то у него там не знаю тоже в детстве переболел и грина в любом случае 80 лет это классно и если он переболел в детстве тем более что у него был ослабленный организм и он всю жизнь посвятил здоровому образу жизни просто немножко приукрасили чтобы на нем заработать то есть книжки его дочь потом вот эти книжки выпускала и на нем на наживалась на имени своего отца получилось но мы это ничего не знали и вот как бы мама мне это книжки показала я их читала она говорит ты что будешь пропагандировать типа здорового жизни ну да то есть я того перестала есть сахар ну как перестала я вообще не ела у меня диатез был с детства но я имею ввиду я его и не начинала есть то есть я там пила зеленый чай там сколько-то лет вообще там ну естественно не пила кофе я там что ничего жирного не ела там и тогда ну то есть как то вот я все я типа собираюсь там жить 150 лет у меня так а потом раз и эту литературу вдруг я поменяла на литературу о неврастейниках и я начала вот эту всю пургу зачем-то читать я даже не знаю ну и что и как вот я сама получается я по природе такая худенькая и лобильная в плане лобильная нервная система да есть такие остеники остеоневротики такие вот люди но в моего то склада то есть которых вот так вот качнешь и вот куда качнешь туда они то есть такие вот то есть надо укреплять нам с детства здоровье да нужно физкультурой заниматься йога заниматься плаванием да ну короче нужно укреплять бегом вообще короче спортом чуть-чуть я не говорю что профессионал лучше профессионально не заниматься а заниматься таким любительским спортом и конечно и правильно питаться то есть короче нужно вот это все приобретать до здоровья у нас по природе она как бы слабенькая и нужно приобретать вот для таких вот невротиков вот а я наоборот получается что я только начитывала у меня вот это занимало забирала колоссальное количество энергии ну в общем и ну короче вот эта симптоматика у меня было что у меня вот дергалась что-то то губы то ноги ты вообще не поймешь что и потом и вот этот все колола потом я за заморочилась у меня началась это тахикардия начала по кардиологам бегать у меня вот говорю вот у меня там аритмия тахикардия сначала у меня проверяли все типа нормально у меня там пролапс метрального клапана понятно это вообще микрос полмира живет и не знают что у них пролапс вот и но я тогда я помню я начинала поскорком звонить ой у меня там опять стахикардия вот был период когда вызывали один или два года было что я вызывала 7 и ну я помню тогда такое время было что ну короче я создавала проблемы на ровном месте можно так сказать вот реальный вот кто а стене кто-то поймет вот нормальный человек послушать скажет ну а ее видно что она того а вот люди которые реально вот прошаривают да то есть были в такой ситуации они все один в один говорю как как и у них вот короче дешевле сколько дежурила возле моего подъезда можно сказать они уж меня там знали все вот опять это чокнутая звонит ну в общем а да у меня была тахикардия у меня было так что меня сто почти 140 ударов было такое то есть это нереально терпеть а ну когда еще в глаза наружу вылазит из ушей пар то есть не знаю но сложно вот ну и короче там мне назначали всю дорогу панангины они говорят у вас органических поражения нет вам не надо никаких лекарств никаких антиаритмик там еще что-то вам нужно просто ну спокойно жить и он куча врачей говорили выйти замуж родить ребенка у них от один ответ на все они считают что это помогает сто процентов что это не помогает даже роды кстати могут усугубить наоборот это все и превратить в органик предсказать ну бывают такие сбои что это же все-таки не шуточки это гормональная перестройка полная поэтому такое советовать извините это не но это они делать это не профессионально естественно но они делают это просто чтобы не помню ну чтобы хоть что-то сказать а что они еще могут сказать как мне кто-то пейте красное вино какой-то доктор сидит там занимайтесь спортом я говорю вы так говорите как в уши воду льете говорю пейте красное вино и занимайтесь спортом сами поняли вообще что сказали вообще потом я уже поняла с годами что врачи сами не имеют абсолютно никакого отношения к здоровому образу жизни несмотря на то что они на этом выросли выучились то у них вся жизнь на этом построена они вообще с точностью до наоборот половина курят половина бухает половину ну спорт вообще не значит такое потом у них график работ такой естественно не устают изматываются половина сумасшедших пациентов до таких которых надо успокаивать там неадекваты полные то есть у них конечно такая работа у многих что там просто вот может быть здесь в америки по другому до другая система и они не так может быть уматываются может то что здесь во первых не столько много пациентов то что они все могут платить за медицину у нас то бесплатная медицина и в россии прутся как бы все кому надо и кому не надо и там конечно а здесь нет ты как бы в крайней ситуации то тебе такие счета выставят что потом даже не знаю многие сомневаются стоит ли обращаться есть это большой минус здесь просто медицина недоступная скажем так вот и что там дальше в общем короче с этим сердцем пока я не получила результат о том что у меня аритмия началась у меня было сколько-то 5000 что ли экстрасистал в минуту ой в минуту говорю за сутки в минуту но этот покойник минуту блин сказанула что-то за сутки по-моему это было и я чувствовала что ну такого у меня не было то есть это резко началось мы куда-то пошли на рынок или в магазин у меня по дороге начала как-то сбиваться дыхание я сразу поняла что-то не то на какой почве это было я так и не поняла просто вот так так я мучилась недели две я сдала анализы вот получила этот результат холтера что у меня такая ритма или он мне прописывает в кардиоцентре антиаритмик я засомневалась и написала письмо нашла в москве доктора который онлайн но не то что консультирует но перед тем как к нему записываться естественно ему объясняют свою проблему я ему написала письмо он посмотрел вот эти расшифрышки говорит вам даже не то что врачу вам в принципе волноваться об этом не стоит потому что эта херня из-под коня да говорит 5000 вообще у здоровых людей быть не должно здоровых как говорится наше время нет поэтому это считается тоже но не как бы не сильно от нормы отклонения вот и как говорит ну вы если вы просто начнете вот эти антиаритмики пить вы можете просто усугубить тем более горит молодости сейчас может сам организм перестраивается и все то есть но вам не нужно как-то вот так объяснял объяснял но я ему вроде как поверила вот и две недели у меня прошло может быть то что он успокоил меня не знаю короче больше я делала потом по моему холтер но у меня было в районе такое в районе допустимого то есть единичные у меня всегда есть я их единая и чувствую просто тоже похеру на них но когда вот так сильно было и каждый день и ночью там невозможно спать это было сложно то есть терпеть это сложно и как-то мне потом объясняли что если ты их чувствуешь то это наоборот нормально если ты не чувствуешь у тех много это патология может быть но я чувствовала остро очень их вы прям вот мне не знала что делать куда себя деть там вот короче с этим тоже разобрались потом что еще у меня так а потом как-то у меня было такое что во первых у меня с давлением то что у меня к понижению идет то тенденция у меня было допустим мы там поругались там тоже ну с кем-то там поругались и у меня было было такое что на следующее утро ну на видимо на фоне вот этого негативно это негативных эмоций ее как-то затошнило что это проблевалась с утра да вот что то такое хотя я там ничего не употребляла там как обычно там ела это ну я так поняла что это на почве вот такого стресса то есть стрессовать вообще категорически нельзя не нездоровым не больным никому вот стрессом но может такие вот вызывать симптом ну что я вызываю скорку себе они мне намерили 80 на 30 и 80 на 40 они готовы еще живая ну то есть это живой человек перед нами потому что по сути это как это призрак по понескали какой-то там башни ли я не знаю короче какой-то как шотландский призрак это это нереально как мне один раз давление на это до давление на мере в поликлинике 90 на 80 она смере это самой я вижу ей плохе и она вы себя хорошо чувствуете евро я да вы не похожи она еще раз перемирила горит ничего не пойму уже такой общей что они реанимацию собрались вызывать вроде как бы скорее всего что-то наборыхал при аппарат вот этот их никто что-то это все механический был не такой не электронный не знаю короче очень маленькая вот эта разница была вот и я выпила что-то 80 что ли папель корвалола это вообще это яд это яд я еще стараюсь то есть такое дома да на всякий случай как говорится но стараюсь вообще не употреблять такой вот и я его как хапнула может быть у меня сначала у меня была тошно так это потом я хапнула и у меня упало давление не знаю и при этом у меня пульс 130 херачит я думаю вот как они горит мы не знаем чего вам дать потому что у вас херачит пульс но у вас при этом низкое давление горит вы какой-то нонсенс прям что с вами делать вот но я напустырилась этого чая и уснула потом пошла на массаж у меня массаж был по расписанию после массажа три раза и обливала ходила в кусты и в песочницу там еще где короче при меня приспичило там обливала чего обливала там все округу по моему ну плохо был вот так вот таким образом стресс выливается то есть и не знаю в общем такое и они как бы ничего не не прописывают то что говорит мы не видим от чего вам прописывать потом было что от нервов тоже сокращаются органы очень сильно то есть на узи было вот врач мне тоже писал что у меня сжался желчный пузырь и она вот так показала вот так горит у вас сейчас этого не может быть но горит у вас видимо состояние стресс он просто сжался спазм произошел все бы и она меня на повторное обследование потом он раскрылся нормально это был бывает у меня сжимаются от стресса орган вы было такое сейчас я не знаю потом сосудами у меня было что мне врач который делал обследуем год у вас сосуда не работают то есть вам нужно все время как сосуд он живут тоже так как сердце до сердце качает кровь но и сосуды движутся вот так они пропихивают а у вас горит как это вот так плети у вас они горит не работают вам нужно обязательно плавать бегать танцевать все что угодно прыгать меньше проводить времени в горизонтальном положении еще меньше в сидячем и больше всего либо стоять либо двигаться надо короче вот и поэтому я уже бегаю сколько лет наверно ну много больше пяти лет я уже бегаю да там сейчас у меня бассейн я отхожу правда не то чтобы я сильно плавала же он горит даже в воде просто находиться тоже намного полезнее чем на суше ну танцую иногда до дома я люблю там включить музыку подрываться подергаться там такой еще короче йога в общем активность собака гуляю че йога вот побивая потом было у меня что в общем и желудок он не принимает еду вот говорят когда нервный стресс многие начинают зажирать тортиками вот это не мой случай я думаю не случай всех ипохондрия когда особенно стеничного телосложения как я они навряд ли что-то кушают то есть у них нет они не могут потолстеть на нервной почве потому что им просто кусок в горло не лезет и вот вот как вот как укол вставили туда болит вот эта точка в желудок да и ты не можешь есть но не лезет тебе вот хоть пропихивает она обратно вылезет пропихивает обратно вылезет все или если ты что-то съела и желудок вдруг свело то есть она будет там лежать мертвым грузом потом либо тебя вырвет либо потом когда проходит стресс ты чувствуешь как у тебя начинает там булькать 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 и она соответственно начинает перевариваться и уже как бы выходит естественным путем что называется но при этом она в какое-то время там лежит гниет естественно дальше нос с головой что головокружение конечно было иногда и как будто тошнота какая-то от головы такое было тоже даже было у меня что у меня с этим вот когда на физкультуре к нам пришел какой-то тренер из сборной да то есть он видимо искал какие-то таланты то он говорит мне нравятся ваши результаты давайте с вами типа поработаем там пригласил даже да я говорю о так здорово и у меня как бы когда был вот этот забег у меня случилось потемнение в глазах то есть я так поняла что сердце моё не справляется с такими нагрузками не справлялась на тот момент и просто потемнело в глазах все я перестала видеть все при я быстро остановилась как бы вот осела вот так пока у меня пришла в норму то есть выпадая выпало зрение полностью темнота ничего не понимаем что происходит такие нагрузки все как бы со спортом что называется с пришлось завязать то есть какая была активная до старших классов до этом бегала прыгала ну как до старших ну лет 13 14 вообще там все то потом вот это случилось и потом как в старших классах я очень то хожу то не хожу так до нормативы всегда я вообще лучше всех сдавала все нормативы все но именно какой-то профессиональный не то не могло быть понимаете выхода потому что вот такое ограничение физические то есть если можно было преодолеть можно было потерять оставшееся здоровье скажем тогда то есть сила воли когда ты ничего не видишь но бежишь да я думаю это закончилось бы плачевно обмороком у нас были случаи в нашей школе когда кто-то помер от физических перегрузок вот поэтому это конечно нам не катит абсолютно что еще ну дрожь понятно холод я не люблю я переехала в флориду два года назад я обожаю этот климат все жалуются там на жару кто как-то переносишь да конечно когда изнуряющая жара это очень плохо это наверное не полезно для здоровья но я говорю для моих сосудов это лучше то что я в при холоде я перестаю чувствовать свои конечности было такое я приехала в москву вот подруги к своей было август и вот просто было ветрено и я плохо оделась в августе она там меня что-то рассказывает и говорит ты какая-то каменная ты на меня не реагируешь давай там покушаем давай там топливая я гранение я хочу домой я ничего это и когда мы до машины дошли на я говорю включи обогревку она мне там сиденье включила это я говорю я не чувствую рук и ног у меня вот все это август месяц она конечно обалдела ну да холодно конечно не такой же степени вот я приехал приехали я под горячую воду в душ и отогревалась на 40 там сидела пока я почувствовала я не могла пакет разжать вот так и держал меня заморозил то есть и головокружение в плане того что видимо кровоток нарушается когда еще я хоть и в капюшоне в шапке когда в зиму ходила все равно я после какой-то прогулки я пришла я поняла что я не могу лежать у меня кружится голова стоять меня сшибает сидеть меня сшибает я могу только лежать я боялась мам напугать что мне вообще плохо я доползла до шкафа надела этот ошейник и ждала пока у меня пройдет потом скалман что-то я плохо себя чувствую но у меня уже как получала просто вну пугать неохота был и вот такой степени как я не любил эту зиму вот я и зимой родилась все никто не почему я холод просто не перевариваю хронически вот просто поэтому у меня вообще нет претензий к этому климату я влажность там пекло пофигу мне комфортно я вообще во первых я не люблю как капуста одеваться для это купальник на дело и красота и пошла хоть на работу в купальнике вот но не вот вот холод очень плохо конечно на сосуды влияет и естественного когда ты не загораешь что недополучаешь витамин d все время бледная это это тоже и явно да что мне его не хватало всегда бледная была здесь у меня все время загар я не говорю что это полезно и опять же много болячек бывает от солнца тоже до кожи в частности да поможет там всякая гадость поэтому это нужно все дозировано нельзя каждый день по долгу там минут по 15 можно загорать и если там бассейн это то обязательно нужно мазаться или ходить утром и вечером чтобы не в самое пекло было вот тошниловка я уже говорила пищеварение что садь каждые пять минут бегала или там того еще больше да тоже было такое каждые пять минут вы там на почве не на нервную почве да там стресс любой там экзамен тебе предстоит волнение да там еще что-то поругалась с кем-то но короче вот такое было потом мне какой-то фигня случилось я лежу просто вот за может быть спала или отдыхала и что мама тоже приходит ко мне в комнату я говорю я не чувствую тело у меня не менее произошло полностью вообще на горит а как это я говорю ну не знаю ни дробь ни ноги ничего есть я могу делать ну вот так шевелить но я говорю я не чувствую так сильно вот как тут не чувствую что произошло и вот это у меня по моему таких приступов два было помню точно 1 вот когда вот это вся началась катавасия два раза в неврологичке лежала после этой фигни тоже они не могли понять они говорят ну как сразу же не поставишь никаких этих это горит но и во-первых это нервная может быть и во-вторых это ну как это куча обследований и в общем я два раза лежала в неврологичке в таком стрессе понятно когда не знаешь что что вообще говорится будешь ли ты жить и так далее то есть это стресс вот и ну как говорится там витамин qb покололи один раз я чуть в обморок не упала как мне одна медсестра и же группа наберут на работу а нам потом это сама выживает этих неврологичках пришла блин мужик у мужика инсульт у него хлещет после инсульта она тоже в это день полу него из износа хлещет профи на ряд радуйтесь что износа хлещет они опять в бошку вам дал у меня горит у пятилетней дочери тоже идет кровь из носа ты вообще нормальная какая разница что у твоей пятилетней дочери то человек проходит реабилитацию если нечего сказать отправлять доктору я не знаю что там такое вообще вот ну она мне додумалась витамин b в вену вколоть нормальная она вообще женщина до которая додумалась мне в вену вколоть ну чё выползла я из этого процедурного ладно вот ну короче вот такое тоже было потом со зрением было короче я тоже перенервничал я по короче это все происходило как вы поняли уже на почве какого вот что восприятие такое слишком ты перенервничал на на нервной почве это все было ну допустим просто у кого-то порог чувствительности там более как сказать высокий да когда меньше чувствуют то есть более стойкие люди они на брони будто полнота перед выступлением перед экзамен там еще что-то они не так воспринимать сейчас на время я не я могу пожалуйста вам все что угодно выйти перед публикой рассказать из меня нет страха как сказать аудитории вот этой даты не пофигу вообще разговаривать свободно о чем угодно рассказать но песню спеть не могу меня нет данных как бы ну ну как бы нету сейчас такой нервотрепки то есть ровно бывает раздражительность да конечно номер трепки нет в общем я перенервничал и получилось так что я с утра с в ночью с 3 ночи и встаю просто туалет не надо было и я понимаю что я дохожу до лета я включаю свет а все равно темно как будто лампочку лампочка перегорела я включаю я опять туда-сюда никакой реакции я уже на ощупь там везде сходила еду обратно я понимаю что темнота кругом темнота ничего нет я не вижу куда я иду я иду и бьюсь об углы бьюсь бьюсь доползла до дивана говорю мам я не вижу бы она горит чё с тобой я верю я не вижу и вот так иду падаю говорю вызывай скорую зрение вообще пропал все полностью нет ничего то есть я ее не вижу когда ты встаешь и у тебя кровь как отхлывает от башки такой бывает но это немножко кружится темнеет но не до такой степени когда буквально даже больше пяти минут прошло я зажмуренными глазами лежала боялась открыть боялась осознать это и потом когда она говорит ну что давай если ты ничего не видишь конечно я вызову уже те врача и я открываю глаза и я вижу то есть я так обосралась тогда я не знаю как это сказать ну страшно поэтому я вот этих всех из осенников и ипохондриков я их понимаю вот по-человечески потому что когда у меня такое творилось половина надо мной ржали половина успокаивали вот там половина такие же как я то то есть люди по-разному реагировали вот значит пищеварение тошнота головокружение не менее дрожь подергивание утомляет утомляемость вот что я хочу про это сказать так бессонница холодные конечности потливость тревога низкое давление аритме тахикар ну вот все перечислила короче про утомляемости что кстати я вообще ленивая задница сколько я вообще себя помню я всю жизнь ленивая задница это отвратительно чу сказать но это не имеет отношения я думаю остеяников и невротик и тогда лень это это ваш поэтому я так считаю что утомляемость это не совсем была утомляемость это лень то что у меня до сих пор и знаете как я это не та утомляемость которая бывает у реальных пациентов это другое когда те нихера не охота делать ты не можешь себя заставить ты вот просто вот ленивая жопа я начинаю что-то делать через пять минут я уже это не хочу делать мне энтузиазма не хватает ну как уроки например это начнешь но не хочу я это все так и здесь во взрослой жизни то же самое поработал 5 не хочу пять минут другой по делам не хочу а что ты хочешь сидеть хочешь не сидеть тоже не хочу жопа устает сидеть вот нет как сказать не цепляет никакое дело инстаграм полистал ничего не интересно не хочу youtube полистал не интересный визор не интересно какой-то бред вообще а что тебе интересно вот эта лень она прям вот она вот у тебя забирают все время она у тебя забирает все мысли ты как бы ты не можешь найти что тебе делать что ты действительно любишь то есть просто заняться когда ты занимаешься именно делом ты не обращаешь внимание на всю эту ерунду то есть вот это все сглаживает и вот эта симптоматика она постепенно проходит то есть нужно постоянно чтобы у тебя было и любимое дело не просто как займись чем-нибудь займись чем-нибудь не помогает не помогает то что тебя любое дело начинает раздражать а вот когда ты найдешь свое вот прям вот вот хочешь делать и все вот одно время мне нравилось перешивать одежду я сама не особо швея но я миду я там придумаю какой-нибудь дизайн и это могу часами зависать там что-то перекладывать что-то вот додумывать фантазировать и потом отнесу швея и говорю переделайте мне вот так вот так я хочу она делает и мне нравится то есть это как вот я почувствую себя дизайнер на такое увлечение было то там или например я что-то учила на там что-то нравилось доучить там учебники штудировала тоже могла на часы себя занять до часа ну и так далее то есть что-то потом я каких там увлеклась то бегала тоже по хате часами я могла просто дома бегать потом разные всякие что-то мне там или читать что-то да ну не про болячки а что-то интересное вот чем-то раз увлек там про кожу мне было интересно про ухода кожи там про косметологии там что-то что ты чтобы и полезно тебе было да то что уже про питание мне было неинтересно читать что я все что можно было прочитала еще в школе и это диетология диета диетология не как-то уже не интересно просто не может быть оно и было бы мне полезно по почитать и там не что-то не тянет не знаю в эту сферу не хочу вот потом я это как раз я закончила институт и я по моему магистратуру поступила а потом на работу и вам устроим на работу потому что я говорю мне какое-то такое состояние мне надо отвлечься вот как все говорят займись делом устройся на работу ради ребенка выйти замуж хер на палочки и даже два хера на палочки это поможет вам случае только усугубила я устроил но мама меня привела все там взяли и как говорится сразу лицом в грязь да потому что ну нервная с какой стороны не подойди там это самый ну понятно и мне неудобно вроде но я тогда мне было вообще не то что это мне сейчас может быть и когда я там с нами неудобно это не было не то что неудобно я еще и на всех это раздражалась вы мне еще кто вы такие мне там будете что-то говорить то есть я там могла такое ляпнуть что мама дорогая просто потом были полегчало уже после работы уже я пришла как бы вот это видимо все пошло на спад все по мне как-то вот вот это вот нервное вот это напряжение она спала и ничего на него не влияло не работа причем если понимаете как если бы работа мне нравилась она бы помогло я больше чем уверена то есть я была увлечена а мне это работа я ее прям вот хронически просто не переваривала ну вот не знаю это скорее всего вот вот из-за этого вот дурацкого состояния вот как-то вот не смогла себя наверное взять в руки не знаю вот и после работы конечно улучшилась сразу то есть и у меня совершенно другие интересы я пошла доучиваться то есть я закончила магистратуру получила свой диплом я потом я уже после работы решила повысить квалификацию пошла там другой институт там на курсы и так далее вот как-то по работе договорились что я пока могу не работать вроде как не трет не жмет хотя это конечно не не хорошо вот но тем не менее вот и потом у меня как-то так завязалась там тупо личное на личном фронте там что-то где-то но чё хочу сказать уже такого у меня не было таких проявлений даже когда у меня на личном что-то не ладилось и мы там как собаки там ругались или что-то мне было как-то вот и чисто вот как а все остальные да вот ну стресс и стресс то есть ты никак его он ни во что не выливается то есть как бы вот то что копилось годами и возможно и произошел вот этот извержение вулкана в какой-то момент да и вот оно просто затяжное было и мне понадобилось это время и потом естественно чтобы опять какой-то прорыв вулкан произошел это должно накопиться поэтому я больше усилий прикладывала чтобы не копилась вот этого вот то есть все что допустим негатив возникает на корню вот так его хлоп и все и чтобы его не было просто на каким образом я говорю я пошла учиться в то направление в которое мне нравится да то есть просто мне было прикольно увлекательно я правда это не закончила то что потом я вот переехала до сюда вот но я тем не менее здесь я в колледж потом пошла то есть и во первых я переехала в то место в которое мне нравится да то есть у меня не было больше проблем с климатом как сказать я себе здесь мне комфортно просто до комфортные ощущения такие океан там соленый воздух хотя кстати не так часто бываю но здесь в принципе полуостров здесь вообще везде соленый воздух вот и то есть во первых пошла куда мне не на раздражающую работу да а там на прикольные курсы которые весело было с китайцами там общались да то вот именно носители языка у нас вели курсы было прикольно вообще соответственно познакомилась смена эмоций да там вот потом а потом у меня было знаете как я загрузила переложение вот это перископ вообще перископ можно сказать перевернуть просто мою жизнь смог на голову наверное то есть какое-то лето я там сидел как уже такой был 17 по-моему да в семнадцатом я загрузила просто в какое-то лето что-то опять у меня не задалось я чуть так сижу в ванной сижу купаюсь думаю чё делать чё делать чем-то себя надо занять потом думаю блин надо наверное раскручивать какой-то если я работать не хочу раз попытаться раскрутить стать блогером там или что-то ну короче как-то попытаться себя раскрутить сделать из себя какой-то бренд на не за это просто назвать научиться собой собой типа зарабатывать деньги думаю что-то надо делать в общем и просто сидела что-то тыкала и на этот перископ мне никто не советовал я случайно напоролась на него просто увидела у кого-то сердечки летят по экрану очень миленько и посмотрела что это такое загрузила загрузила и как меня этот перископ засосал просто сразу я забыла про все эти симптомы про все эти что что где-то у меня не ладилось где это то есть пока когда я там сидела и общалась вот именно может быть этого общения не хватало с разными до людьми и и начинаешь сам то есть разговаривает вот как разговариваться надо то есть у нас к это потребность нужно выплескивать вот этот словарный какой-то запас каждый день да то есть проговориться очень важно и я там проговаривался каждый день я по несколько раз выходила в эти трансляции короче мне пошло реально на пользу и ну да конечно мои проблемы от этого никуда не ушли в социальном плане они не ну как бы я не раскрутилась да то есть я не начала зарабатывать перископе но я между получилось так что я там познакомилась вышла замуж и сюда уехала в результате того что я зарегистрировалась да то есть я там никого не искала я хотела совершенно другие цели у меня были я хотела как бы себя занять ну и там как может быть ну не знаю может быть ну как-то научиться зарабатывать действительно себя чтоб содержать а получилось так что меня заметили там написали и так вот все закрутилась и как бы все потом сюда приехала перископ закрыли то есть перископ закрыли ничего нового не придумали больше до такого да поэтому в таких площадок где можно вот так классно поговорить пообщаться нет да есть площадки которые подразумевают что ты уже раскручены то есть instagram тебе нужна аудитория которая тебя знает youtube тоже нужна аудитория которая тебя знает у меня такой аудитории нет да вот видите там кто 150 человек на меня подписаны я понятия не имею кто это что я не могу посмотреть кто на меня подписывается youtube такой возможности не дает но я просто спасибо хочется такой как был за такой маленькую аудиторию хоть они как бы смотрят но это очень сложно который когда ну кого-то приводить а кого я никого не знаю из россии уехала у меня там я не поддерживаю особо до низкие здесь я еще не успела перезнакомиться поэтому как кто кто меня будет как бы смотреть слушать поэтому немножко сейчас посложнее с этим с раскручиванием да я как вообще вот свежак просто новый человек здесь не у меня первый раз люди видят там кто ты вообще что ты умеешь да а я как бы не то что что-то умею я просто хочу общаться да хочу какой-то чтобы обратная связь было да и что ну что я могу там рассказать какие-то про себя там история могу рассказать там про то как я живу здесь да то есть про свою жизнь а что у меня нет особо там достижение которого я могла прямо а вот я олимпийская чемпион опять опять прервалась связь сейчас опять будет вот это отставание голоса которую когда я у меня прерывается и потом я начинаю опять говорить и склеиваю вот эти фрагменты и получается голос отстает поэтому вот этот сделаем покороче немножко вот этот отрезочек чтобы не сильно было много отставания голоса а вот ну в принципе я уже вот так все порассказала то есть по поводу вот это вот везде да я столкнулась с большинством вот из этих вот в этой симптоматики которые описывают вот эти анти везде и форумы которые описывают все коммерческие клиники которые хотят заработать деньги на таких пациентов да у них нет совершенно желание помочь там или что естественно выкачивание денег когда прекрасно видят что человек загоняется по фигне да и давайте вот эти обследования давайте вот эти обследования там видят что там pro labs ведет там это они все равно что-то там давайте анализы давайте вот это вот по выписываем вот это вот это вот это приходить еще особенно ладно который там анализа хорошо то что Это бывает, что начинаешь проверяться, и может где-то что-то вылезти. А вот эти, которые у нас была целая клиника, массаж спины. Ну, и люди толпами идут, они с них просто трясут эти вот бабосики, вот так вот, трясут вот так вот. И люди идут и верят, вот понимаете, вот в это все, что вот массаж спины их излечит от всех болячек. Или вот с такой надеждой они смотрят на эту неврологию, что их поколят октавигином и мексидолом, и у них все пройдет. То есть вот смотришь и думаешь, ё-моё, как говорится. Ну, такой волшебной таблетки, конечно, нет. Это целая, конечно, то есть как вот ты все это приобретал долго, да, то есть это накладывалось, накладывалось, накладывалось у тебя, да, одно на одно. Так и из этого выходить в состояние тоже непросто. Поэтому октавигинчик один сам по себе, конечно, он ничего не сделает. Вот, а это и витамины комплексно надо, и я говорю, что это именно образ жизни, да. То есть, но ключ в этом не сам факт, что ты что-то поменяешь, а поменять именно то, что ты любишь. Любишь, то есть как бы сделать себя счастливым, вот стать счастливым человеком, вот это ключ, да, от избавления от вот этих вот всех вот, которые симптоматика, которые беспокоят, да, тревожность там и так далее. Просто если родишь или выйдешь замуж, ничего не работает. Я же говорю, вы с ума сведете своих мужей и жен, еще и детей, да, и на детях это, кстати, может ваша передастся им вот эта вот тревожность, и они тоже такими осенниками будут. Поэтому, прежде чем рожать, прежде чем выходить замуж, нужно привести себя в норму, и чтобы вас вот это не тревожило, и все, и тогда уже можно. То есть, когда вы вот сами себя преодолеете, вот тогда уже можно. То есть, вы видите, такого рецепта я его лично не нашла, то есть у меня это было, когда, я говорю, когда я отвлеклась и начала заниматься просто тем, что мне интересно. Интересно, интересно ли у меня появилась какая-то мысль, то есть заинтересованность. Не просто я начала делать то, что мне не нравится, но в надежде на то, что, видите, как я пыталась устроиться на работу, в надежде на то, что мне это поможет. А в результате это не только не помогло, это усугубило очень сильно, и еще, я говорю, за это чуть не поплатилась своей репутацией. Ну, хотя можно частично сказать, поплатилась, потому что, извините, на меня смотрели как на идиотку. У меня такая получилась прям неоднозначная транса, но она вот именно посвящена людям, которые меня поймут. То есть те, кто не поймет, он не поймет, там бесполезно что-то объяснять. Но вот люди, которые на таком этапе были, да, вот эту фазу в жизни, да, проходили, они вот прям, я же говорю, как по сценарию. Мы все идем вот по этому сценарию, у нас раз там что-то бешеные глаза, сразу хочется куда-то бежать, где-то что-то как-то там. И потом многие, которые проходят, уже излечиваются от этого, они уже, ну, они как бы, им смешно смотреть на таких же людей, потому что ты помнишь, как ты как идиот был, да, тоже такой же. Но и в то же время мы друг друга можем понять, потому что тогда нам было совершенно не смешно, не до шуток. И когда начинают, вот, кстати, на этом анти-ВСД форуме многие люди, которые типа ветераны уже, и говорят, ой, да это у вас херня, ой, да это у вас херня. Вот я бы так не стала говорить, потому что это ты сейчас с высоты своего полета, да, херня. А когда человек это слышит, он, ну, кстати, он думает, что его никто не понимает, и как, ну, как будто с издевкой, так, ой, ты придумываешь себе сам право. То есть не поддерживают, он не поддержку видит, а такой шлепок под задницу. Я не говорю, что его надо, ой, бедненький, там, ой, позелень, типа, ой, там, это. Ну, а во всяком случае, просто, когда я говорю, что вот, у меня было точно так же, как у тебя, и вот, вот так вот это, вот это вот мне помогло, это больше как-то, ну, до человека лучше доходит, чем когда, ой, ты со своей хернёй уже всех достал. Вот так, да, то есть вот это отфутболивание какое-то, как будто, знаете, они сами были в такой ситуации, и они там, да, то есть я такой помню. Но я вообще из этого форума удалилась, я не знаю, может быть, надо было оставить тоже свою там историю, я там писала, и очень много откликов было, целая тема там была, не знаю. Ну, я посчитала, что что-то как-то уже это, не знаю, всё уже эту тему прошли. Ну, я как бы сейчас на этих не тусуюсь, просто иногда я слышу, когда я захожу вообще абсолютно по другой теме трансляции, абсолютно видео ищу на другую тему. Я больше ищу таких блогеров, которые тоже живут во Флориде, ну, типа единомышленников, кто переехал там, да. И у них в обсуждениях очень часто я могу нарваться на такие слова, как эпохондрик, как, как же они это называют. Ну, ну, невроз, невроз, ну, не психоз, конечно, но такое прям слово, знаете, вот прям вот на языке вертится и... А, панические атаки. Вспомнила. Я ни одного раза ещё эту фразу не сказала. Панические атаки. Вот это то, что у меня было. То есть вот этот период какой-то, да, там, один-два года у меня были эти атаки очень часто. Вот паника, что называется. То есть на ровном месте просят, там, с кем-то поругался, но ты так, твой организм почему-то так реагирует, вот у тебя расширяются зрачки, у тебя там волосы дыбом стоят, да, и ты готов нестись, как ненормальный, куда-то спасите, помогите. Вот это вот, когда ты не можешь усидеть на месте, у тебя вот шило в жопе, там, что-то вот свербит, и ты вот по комнате начинаешь тусоваться туда-сюда, вот места себе не находишь. То есть ты готов выйти на лестничную площадку, постелить себе коврик, и там лечь, чтобы, если что, тебя нашли там, да, то есть чтобы не... То есть вот до такого доходит дебилизма на самом деле. Вот это вот, да, вот это панические атаки. Вот, ну, в моем случае, я так скажу, у меня не то, что они прямо на ровном месте, нет, я считаю, что у меня это зарождалось вот с такого вот детства, подросткового возраста, просто по крупицам, где-то недосып, где-то тревога, где-то какие-то семейные неурядицы, вот это вот, оно просто за это время продолжительно, оно скопилось, и вот так вот мой организм среагировал, вот. Просто, еще раз говорю, у меня очень лобильная нервная система, и я конфликт очень тяжело переношу, то есть мне проще, я бы даже сказала, отказаться от общения, чем вывозить конфликт. Я не терплю этого вообще, то есть все, человек мне не нравится, до свидания, мне вот это не нравится, до свидания, то есть я не терплю никаких споров, каких-то вот, что мне кто-то что-то будет навязывать, говорить, да, вот у меня вот больше такое, то есть я не гибкая, и это очень большой минус, я считаю. То есть вот эти все ипохондрики и паникеры, они не гибкие, они вот как вот вот, вот бьют улбом стену, и не понимают, нужно быть гибче, нужно быть как-то вот более посообразительней, вот. А так физически, ну физически укреплять себя обязательно, то есть плавание, йога, танцульки. Какая-то девушка вот тоже рассказывала, сейчас она работает на полданс, вот этот полдэнс она занимается на пилоне танцует, довольно известная, кстати, она на Украине, по-моему, живет, и она рассказывала, она пошла туда из-за вот этих панических атак, она не могла стоять на месте, у ней тряслось тело вот так, ноги, руки трясли, вот трясучка была внутренняя. Она говорит, тоже не поняла, откуда это, и она пополнила вот эти ряды ипохондриков, но она с этим решила бороться, то есть она поняла, что ей нравится, и она добилась успехов на этом поприще, то есть свою дрожь она реализовала как-то вот в этих танцах, то есть она ее как перетрансформировала как-то вот так, да, и там что-то такое вытворяло, ну в общем у всех дыбом волосы стояли, как профессионально, короче, она добилась успехов, и вот это вот свое, свой недуг превратило в то, что ее сделала знаменитым, то есть профессию, то есть она как бы, ну ее сподвигло, если бы она была спокойная, да, у ней этого не было состояния, она бы навряд ли решилась, а здесь у ней как бы было, что она решилась, ну о чем мне типа терять, и она решилась и добилась, короче, это здорово, вот когда ты можешь вот это направить, я еще раз говорю, в правильное русло, вот, поэтому сейчас, чтобы в такое, потому что и поэтому я говорю, я против депрессии, если какие-то катаклизмы в жизни случаются, это тоже нужно время, чтобы это все пережить, понятно, но я имею в виду, я против депрессии, в плане, там, на личном фронте что-то не задалось, там, с кем-то поссорился, уволили с работы, это все херня из-под коня, как некоторые, да, врачи говорят, это на самом деле не стоит вообще яйца выйденного, просто вот эти вот все проблемы плюнуть и размазать, поэтому вообще, пожалуйста, работай вокруг куча, пробуй себя везде, да, главное, я говорю, чтобы ты, ну, это лень, только мне мешает моя лень развиваться, ну, вот сейчас как-то ее надо искоренить, то есть найти способы ее прямо, вот, вот этим сейчас я и займусь, так что всем желаю здоровья, всем, как говорится, желаю направить свою энергию в мирное русло, в правильное, и добиваться успехов, и вот эти вот панические атаки пусть только будут вашим стимулом, да, чтобы, как говорится, все, короче, получилось, все было как надо, вот, поэтому, вот моя история, пожалуйста, делайте выводы и не пускайте как бы все на самотек, все это можно как-то вот, скажем, использовать в своих интересах, все, и на этом, как мой новый латинский друг говорит, Чин-Чин, он говорит Чин-Чин Анита.